Давным-давно, во время осады Казани Иваном Грозным, загадочно исчезает ханская казна. Кстати, ее до сих пор не могут найти. Но древняя легенда гласит, что она спрятана прямо здесь, на дне озера Кабан, в его северной части. Мне кажется, бесконечное число туристов на катамаранах сейчас как раз занимается поиском этих древних сокровищ. Но загадка не дает покоя многим поколениям историков, археологов и кладоискателей. Кто знает, возможно, именно вам удастся найти древние сокровища, если вы, конечно, приедете в Казань. Но мы сегодня в Казанском федеральном университете. Сегодня я отправлюсь в один из старейших университетов России. КФУ был основан в 1804 году Александром I и с тех пор по праву занимает свое самобытное место наряду со столичными вузами. Мы не стоим на месте, постоянно развиваем программы обучения. Безусловно, это работа профориенционная с самими школьниками и поддержка их. То есть вы знаете, что есть много, как вы уже обозначили, много грантовой поддержки. Есть стипендия ректора для высокобальных абитуриентов и талантливых ребят. И в целом талантливый абитуриент, либо просто абитуриент среднего уровня, а все они хорошие, зачислившись в Казанский федеральный университет, находят в себе применение в рамках студенчества и развития дальнейшей профессиональной деятельности. У нас созданы очень эффективные механизмы через органы студенческого самоуправления, которые позволяют нам работать со студентами весьма эффективно. Это и органы студенческого самоуправления в общежитиях, это старосты групп, через которых мы осуществляем еженедельный контакт со всеми студентами. Кроме того, созданы различные студенческие объединения, объединения молодых ученых, которые напрямую могут задавать свои вопросы, с которыми мы регулярно встречаемся. От студентов у нас исходит достаточно большое количество инициатив. Мы, наоборот, считаем, что студенты должны быть как можно больше вовлечены в общественную жизнь университета, и не только в общественную жизнь, но и в регулярную жизнь. То есть в вопросах формирования, расписания занятий, в вопросах тех, которые касаются участия студентов, например, в различных кружках научных, различной студенческой активности в области культуры, спорта. Наш университет является бессменным лидером Российской Федерации, во многих-многих областях, касающихся студенческой жизни. Поэтому я могу с уверенностью говорить, что работа со студентами у нас налажена очень хорошо, есть прямая связь, и мы всегда держим руку на пульсе, и всегда готовы ответить и отреагировать достаточно быстро и эффективно на все запросы со стороны студенчества. Мы пришли на особенную точку нашей съемки, и прямо сейчас рядом с нами учебно-научная нефтяная вышка. Рядом с нами скважина глубиной 300 метров, чтобы студенты-геологи могли вот так практически узнать, как все устроено. И сейчас подробнее нам об этом расскажет Данис Карлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это за приспособление? Я знаю, что внутри гаджеты какие-то. Знаете, это не просто железка, но на самом деле это очень такое сложное сооружение с обсадкой, со всякими дырками, вентилями, клапанами, масса всего есть. Но скважина служит для того, чтобы мы узнали, какими породами сложен разрез геологический. И там что есть? Вода есть, золото, алмазы, нефть, что есть. Вот это все нужно узнать, но чтобы это узнать, мы должны вытащить керн, а это очень дорого. Поэтому в геофизике появились геофизики, которые говорят, не надо вынимать керн. Мы возьмем вот такой приборчик, опустим его вниз. Он пройдет там, около этой скважины, и нам все распишет. Причем благодаря датчикам широкого спектра зонд показывает все, что находится вокруг. От пород и свойств до степени насыщенности водой, нефтью или алмазами. То есть мы можем картинку увидеть, что внутри скважины? Мы не видим, нам не нужна картинка, на самом деле. Это слишком много информации нужно передавать, чтобы картинку увидеть. Нам нужна информация в том, что, скажем, вот есть стыки труб, мы увидим, да? Мы увидим, где труба дырявая, например, да? Мы увидим, где труба разрушенная, там есть старая какая-то трещина какая-то там есть, да? Вот это мы все увидим. И вот в этом кабеле, вот в этом, значит, тросе, да, внутри есть кабель, по которому вся эта информация передается на станцию, и на станции все это записывается, значит, записывается в компьютер, память компьютера, записывается на бумагу, и то есть сразу видно, как это все там происходит. Можно все это увидеть, сначала изучить в университете, в лектории, а потом попробовать на практике. Май на старт записи. Сейчас мы фиксируем здесь все то, что датчики, которые находятся внутри скважины, передают сюда. Это показатели давления, показатели других физических величин, которые мы можем узнать. Вот уже я вижу, что пошла запись по разным показателям. Скорость какая? Скорость 400. Обычный дворик обычного университета, на территории которого нефтяная скважина глубиной 300 метров. Ничего особенного, это КФУ. И здесь еще достаточно интересных мест. Ну, а мы идем дальше. Казанский университет получил всемирное признание благодаря своим выдающимся ученым. Они сделали важные научные открытия и стали создателями научных школ. Моя любимая часть на любой съемке – это научные лаборатории. Облачаемся снова в специальную экипировку, в этот белоснежный халат и отправляемся навстречу научным открытиям. Мы пришли в лабораторию молекулярной иммунологии, в место, где 24 на 7 занимаются наукой. Какой именно – сейчас узнаем. Здесь, в научно-исследовательской лаборатории, изучают молекулярные механизмы, проходящие в раковых клетках. В специальном СО2-инкубаторе при температуре 37 градусов опухолевые клетки выращивают в питательной среде. Мы могли проводить эксперименты, ставить опыты и, конечно, тестировать лекарства. Так, и теперь под микроскопом все станет понятно. Мы можем, да, увидеть эти клетки. А для того, чтобы клетки было лучше видно, их окрашивают специальным красителем. Вот такие интересные исследования. Я уверена, что в этой лаборатории когда-нибудь изобретут механизмы, которые помогут найти лекарства от онкологических заболеваний. Если думать глобально, хотелось бы избавить человечество от таких тяжелых недугов, как раковые заболевания, привнести какой-нибудь вклад своим трудом не только для лечения этого заболевания, но еще чтобы понять механизмы, которые происходят в клетках, в человеке, в живой системе, в организме и рассказать об этом миру. Здесь я могу заниматься тем, что я хочу. Есть всегда возможности, и не хуже, чем в лучших университетах и в лабораториях мира, как я увидела в рамках стажировки в Швейцарии. И темп очень быстрый, и уровень очень высокий. Научные исследования в КФУ проводятся в тесной коллаборации с зарубежными отечественными научными центрами. А среди партнеров университета Сбербанк, Татнефть, КАМАЗ и другие крупные отечественные компании. А это место почему-то называется Сковорода по университетской традиции. По вечерам здесь у памятника молодому Владимиру Ильичу Ленину, который, кстати, здесь еще у Ильянов, любит собираться в выпускники, а днем и утром здесь светит яркое солнышко. Мне кажется, наверное, поэтому Сковорода через пару часов узнаем, когда уйдет тень. Еще со времен императорского университета сложился целый ряд традиций. Вы знаете, есть воспоминания антиковеда Модестова. Он сказал, что в отличие от других университетов, где он преподавал, Казанский настоящий. Потому что это тот университет, в котором сохранялись традиции, созданные учеными еще с самого начала своего основания. Это традиции общения, вежливого, деликатного, профессионального общения ученых друг с другом и между преподавателями и студентами. То, чего не было в молодых университетах, в Киевском, например, или в Одесском университете. В Казанском университете традиция – это не что-то формальное, а то, что сыграло огромную роль в жизни и становлении вуза. Например, строительные отряды, состоящие из будущих профессоров и ученых. Собственными руками они возводили второй учебный корпус и корпус физического факультета. А поисковые группы снежного десанта проходили пути дивизий, по крупицам собирая информацию у участников Великой Отечественной войны и их родственников. Только благодаря своему упорству они смогли восстановить более тысячи имен, пропавших без вести. Существование подобных традиций способствует преемственности между поколениями не только в Татарстане, но и по всей России. А еще вместе с Владимиром Ильичом Лениным Лев Николаевич Талстой приглядывает за студентами. Правда, в этом университете любят свою историю и бережно ее хранят. Казанский университет — это не стены, это не земля под университетом, это люди, которые создавали историю науки, историю образования годами, десятилетиями, столетиями. Как известно, уже в течение более 200 лет университет выпускает великих ученых, великих изобретателей, деятелей науки и политических лидеров. Поэтому важно это понимать, что наш университет — это люди, в первую очередь. Учебный процесс очень насыщенный. Суденческие годы пролетят незаметно, поэтому стоит заранее подумать о своей дальнейшей карьере. Может быть, придется начать прямо на первом курсе? Наш университет достаточно крупный и большой, выпускает огромное количество специалистов по разным направлениям подготовки. Это и наши технологические партнеры из нефтедобывающей отрасли экономики. Это также и бюджетная сфера нашей республики. Основными такими организациями, с которыми мы сотрудничаем, это, естественно, будут наши республиканские. Это Татнефть, Таиф, Сибур, соответственно, Сбербанк и так далее, и тому подобное. Да, также, кроме основных таких бюджетнообразующих организаций, мы сотрудничаем с такими компаниями, как Нефис Косметикс, Казань Экспресс, Совкомбанк и другими организациями, которые предлагают, либо производят продукцию, либо предлагают услуги. Уже с второго курса у меня была возможность проявлять себя в научной деятельности. Есть ребята, которые даже с первого курса проявляют себя в научной деятельности. Я устроен, получается, уже с третьего курса, получаю зарплату и работаю официально. Это реально удобно, это классно. Дальше, ну, есть будущее. Если ты устроен в КФУ, если ты учишься в КФУ, ты можешь устроиться в КФУ и можешь дальше продолжить работать в КФУ, пойти в аспирантуру, остаться лаборантом, младшим, младшим струнником и так далее. То есть здесь есть возможности для развития тебя как ученого, поэтому я, собственно, здесь и здесь сейчас. В нашем университете таких возможностей для карьерного роста после окончания достаточно много. Но, во-первых, начнем с того, что диплом Казанского университета, он хорошо известен и хорошо известна хорошая подготовка наших студентов. Мы в университете выделяем особое внимание профессиональным компетенциям и повышению этих компетенций, и чтобы софты, именно надпрофессиональные различные компетенции, могли увеличивать их, так сказать, работоспособность и их результат от применения своих профессиональных компетенций и навыков. А сейчас посмотрим, как же живут студенты КФУ. Но перед этим обязательно нужно дать 5 юни. Пошли смотреть. Юна – котенок крылацкого снежного барса, талисман Казанской универсиады. И стоит он здесь неспроста. В 2013 году в деревне проживали более трех тысяч спортсменов и членов официальных делегаций из двухсот стран мира. Сейчас это второй дом для студентов КФУ. На территории есть абсолютно все необходимое. Магазины, спортивные комплексы, медицинские центры и даже собственные кинозалы для вечерних совместных просмотров фильмов. Казань и КФУ невозможно забыть. Пробыв здесь хотя бы день, вам, словно горькому, захочется уйти в татарскую Слободу, где живут какой-то особенной, честноплотной жизнью добродушные, ласковые люди. Даже Маяковский неоднократно возвращался сюда, декламировал стихи студентам, а в одном из них по городам Союза прозвучали строки. «Университет – горделивость Казани, и стены его и до ныне хранят любовнейшие воспоминания о великом своем гражданине». Вот так Казанский университет уже многие годы объединяет самых разных людей, дарит знания в ответ на любовь к себе и к городу. «Это некое такое творческое, креативное окружение, возможность реализации себя и достаточно комфортные условия жизни. Я думаю, вот эти три момента, которые сегодня привлекают в Казань молодежь, поскольку здесь любой молодой человек независим от своих религиозных убеждений, национальности, может найти возможности для развития своего творческого потенциала и для самореализации». Я отмечу так, что это очень комфортный город для проживания. В первую очередь, это город студенчества. Но Казань оказалась для меня достаточно уютной, потому что это небольшой мегаполис, это такой средний, среднего размера мегаполис, где есть все, что необходимо для жизни. Есть те же самые магазины, те же самые развлечения, активная общественная программа, то есть общественные пространства развитые и все то, что есть, то же самое, как и в Москве, как и в Петербурге, есть в Казани. Но только здесь я вот возвращаюсь в Казань и прям ухо слышит сладостную татарскую речь и прям чувствуешь себя как дома. Казань очень душевный город, здесь очень добрые, отзывчивые люди, которых я не встречала нигде, ни в Москве, ни у себя в родном городе. И это, наверное, один из пунктов, почему здесь стоит остаться. Казань быстро развивается, самое главное. Здесь много людей, много инфраструктуры, и здесь вполне себе можно жить, работать, учиться, зарабатывать. Здесь есть все возможности. 720 университетских зданий, 31 общежитие, 200 лабораторий, более 3000 научно-педагогических сотрудников и, наконец, 60 тысяч студентов, которые приехали сюда учиться из 35 стран мира. Все это КФУ сегодня. Вы смотрели ТОП ВУЗ, меня зовут Евгения Черноскулова. Увидимся! Продолжение следует...